В регионе продолжается капитальный ремонт жилого фонда. Например, в Могилеве с начала года капитально отремонтировали 31 дом. Еще 5 планируют обновить до конца года. Списки домов на окап ремонт формируются на основании весенних и осенних осмотров жилфонда, а еще обращений граждан в ЖЭУ и ЖРЭУ. Дома, требующие капитального ремонта, сначала попадают в перспективный план. Он формируется на 5 лет, а уже из него те дома, которые требуют незамедлительного внимания, вносят в план на год. Таких работ очень ждут жильцы, ведь это улучшение качества их жилищных условий. Но, к сожалению, сроки капитального ремонта соблюдаются не всегда. По разным причинам. И это проблема на постоянном контроле областной власти. Могилев. Дом номер 39 на Пушкинском проспекте. Капитального ремонта здесь ждали давно. В этом году дом попал в план ремонта. Здание требовало целого комплекса работ по обновлению. С восстановлением фасада, ремонтом системы отопления, инженерных систем, отмостки, входных групп, стропильной системы и восстановлением несущей способности балконов. Состояние балконов жильцов волновало особенно. Даже у меня на балконе была и арматура ржавая торчала. Ну, естественно, дома уже столько лет. Первое обследование дома показало, что заменить надо всего пять балконных плит. Жильцы не согласились и потребовали повторной экспертизы. Ее провели, но срок ремонта пришлось перенести. После дополнительного обследования выдано заключение о замене всех 57 балконных плит. Поэтому подрядная организация приступила к этим работам. Но работы связаны с заходом в квартиры, так как крепление предполагает скрытие полов и закладные детали. Не все жители изначально охотно предоставляли доступ. Собственники объясняют, почему выступили против. Способ установки новой плиты предполагал доступ в квартиру. Доступ в квартиру означает, что вдоль балкона взрывается пол на 50 сантиметров. Делаются там работы. В квартиры, где свежий ремонт, такие работы сопряжены с тем, что будет нанесен серьезный ущерб ремонту. В первую очередь ламинат. Потому что ламинат – это такое покрытие напольное, которое не предусматривает его сборку и назад восстановление. То есть ломаются замки. Та нарушенная отделка, ну, как правило, это вскрытие полов, значит, после завершения всех работ выполняются силами подрядной организации. Полностью вся отделка восстанавливается в полном объеме. То есть, когда люди это понимают, ну, в конечном итоге соглашается, доступ предоставлен. Как и сейчас, практически все жильцы уже согласились на доступ. В агрогородке Вишов отремонтировали сразу два двухэтажных жилых дома на улице Миллиораторов. Поменяли кровли, коммуникации, входные группы, обновили фасады, усилили лоджии. Подрядчики местные. Говорят, среди жителей много пенсионеров, а к ним нужен максимально внимательный подход. Если делать, ну, скажем, одним словом, тяп-ляп, ну, каждому это, конечно, будет неприятно. Ну, я вам хочу сказать, что это все зависит от подрядчика, от подрядчика и как вы относитесь к жильцам. Чтобы из-за недоверия собственников капремонт не затянулся, важен неформальный подход к информационной работе. Михаил регулярно встречался с жильцами, подробно обсуждал детали ремонта и качество работ. Подрядчик несет ответственность за восстановительные работы внутри квартиры, гарантии пять лет. На очереди ремонт соседнего дома. И здесь сразу нашли взаимопонимание с собственниками. Ведь капремонт – дело общее. Если жители с пониманием относятся к процессу, а подрядчик дорожит репутацией, то дома будут обновляться качественно и в срок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова